Оставляем таксистов в покое, переходим к другим темам, а именно к ипотеке. Мы все знаем, что Центробанк не так давно, неделю назад, неделю назад, да? Я был в отпуске просто, все у меня смешалось, время сжалось, повысило ключевую ставку до 15%, а это значит, что подросли и все кредиты, в том числе и ипотечный кредит. Это раз, а во-вторых, продолжает расти первоначальный взнос по ипотеке. Сейчас он составляет 20%, прошу прощения, и глава АЦБ Эльвира Набиулина заявила о том, что рынок перегрет, инфляция растет, поэтому необходима более жесткая кредитно-финансовая политика, а это значит, что первоначальный взнос по ипотеке нужно еще поднять до 25%. Ну, легко посчитать, что если в Москве однушка, наверное, от 10 миллионов, мы так берем, 10 миллионов, 25% от 10 миллионов, это получается у нас 2,5 миллиона. Конечно же, у каждого из нас они есть в кармане, Саша, убери эти деньги, которые ты разбросал здесь по столу, что за привычка, я не понимаю. Поэтому все объяснимо. Если квартира, если ипотека становится менее доступным, то люди, физики, юрики придумывают различные схемы для того, чтобы хоть как-то квартиры оставались доступными, чтобы хоть как-то их можно было покупать. И придумывают разные схемы, вот в частности, ипотека без участия банков. Все больше случаев, когда физические лица между собой, но это реже бывает, и юридические лица, и физические, продают друг другу квартиры без участия банков в рассрочку. Что это за схема, насколько она популярна, сейчас мы об этом поговорим. Кстати, вы бы воспользовались такой схемой. Вот, предположим, предложил вам бы купить квартиру человек, физическое лицо, в рассрочку, без этих ужасных процентов банка, без первоначального взноса в 25%, ну, по тем условиям, которые вас более или менее устраивают, стали ли вы ввязываться в эту схему? Но ведь тут опять-таки есть нюанс. Это же не ипотека, в строгом смысле этого слова. Это рассрочка. Когда у тебя ипотека, то квартира твоя, хоть и в залоге. А вот это интересно, кстати, когда переходит право собственности. Ну, поговорим об этом. К нам присоединяется вице-президент Российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. Константин Николаевич, здравствуйте. Да, Руслан Александров, добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. Итак, действительно ли эта схема все более и более популярна? Становится, как она работает? Да нет, мне кажется, что популярность этой схемы, она преувеличена, мягко говоря. Если ипотекой сегодня пользуются 70-80% в разных регионах покупателей, то вот рассрочкой, я думаю, что пользуются единицы для совершения сделок, потому что эта сделка, особенно между физическими лицами, является непонятной с точки зрения области рисков. Ну, во-первых, тут получается непростая история, связанная со взаиморасчетами, да, потому что либо оформляется сделка, в которой только после полной 100% уплаты всех денежных средств по рассрочке квартира может быть оформлена в собственность покупателя, либо второй сценарий, когда она сразу оформляется в пользу покупателя, при внесении, опять же, определенного первоначального взноса, да, достаточно крупного, и, собственно говоря, она находится в обременении в залоге у продавца до полного взаиморасчета. А можно так сделать, да, когда физики между собой заключают договор купли-продажи? Ну, получается, что до юра вам никто этого не запрещает, другое дело, что риски в этом случае, они в судебной практике все кроются, и поэтому, конечно, хорошо бы пообщаться по-хорошему с адвокатами практиками в этой сфере, но даже исходя из мониторинга судебной практики, можно сказать следующее, что даже после того, когда, ну, для второго случая, да, когда уже оформлена квартира на покупателя, и он рассчитался по 50% стоимости квартиры, то ее уже нельзя изъять в него назад в счет, исходя из судебной практики. Поэтому, на мой взгляд, это очень непростая схема, она очень замороченная, и мне кажется, что я бы не рекомендовал точно людям погружаться вот в такую историю. Ну, а во втором случае, собственно говоря, покупатель тоже не получает полноценных прав на квартиру. Во втором это когда юрлицо продает физическому, да? Нет, 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 когда он не оформляет, не получает права собственности до момента полных расчетов по сделке, да, и вот, собственно говоря... Да, потом вдруг объявляются наследники, например, или человек умирает, не дай бог, или рожает детей, да. Например, потеряет возможность исполнять обязательства по договору, и, в общем, квартиру может продать продавец другому лицу. Понятно, что в основном вот эти схемы предлагаются в том случае, когда сами по себе квартиры как-то не до конца упакованы, ну, по юридическим параметрам. Что я имею в виду? Какие-нибудь там какие-то красные линии, которые не получается согласовать при перепланировке. Отсутствуют какие-то понятные до конца моменты, позволяющие, например, взять ипотеку, банк не согласовывает ипотеку покупателю. Ну, в общем, какие-то вот те самые риски, которые вы в самом начале обсуждали, замороченные, связанные с ипотекой, когда растет первый взнос, когда возникают какие-то истории. У юридического лица, наверное, все-таки все немножечко попроще по этой сделке. Но тоже, собственно говоря, может произойти банкротство физического лица, которое продало эту квартиру. Может произойти банкротство юридического лица, которое продало эту квартиру в рассрочку. Да, и вот здесь как бы очень много нюансов. Мне кажется, что это достаточно уязвимая судебная практика. Ну, вообще, да, как-то это все звучит очень-очень мутно. И плюс ко всему, ведь у нас ключевая ставка-то растет. Для чего? Чтобы каким-то образом охладить? Да, уже не говоря о рисках дальнейшей инфляции. Если как бы расчеты не произведены, дальше, например, цены продолжат рост, например, или дальше цены, наоборот, начнут снижаться через год, вот что в этой ситуации, да, как бы предпринимать сторонам, у них руки будут достаточно развязаны. И это очень непростой вопрос. Ну, такой же, как, кстати, есть и в рисках ипотечных банков. В том случае, если, например, начнет снижаться стоимость купленной по ипотеке квартиры, например, ниже процентов на 20-30, например, станет стоимость такой квартиры. Ну, а что делать людям, с другой стороны, Константин Николаевич? Ну, вот мы считали, первоначальный износ, 25%, то, что хотят сделать, от 10 миллионов до 2,5 миллионов. Я не знаю, как вообще люди сейчас покупают в Москве квартиры? Вот где эти 2,5 миллиона взять на первоначальный износ? Вот каким это образом? Ну, я хочу сказать следующее, что сейчас на рынке, конечно, проценты по ипотеке очень близят к заградительному. Напомню, что в 2022 году у нас был процент 26 по ипотеке, и в этом случае у нас практически весь вторичный рынок продажи квартир встал. Люди редко переметнулись на первичный рынок, начали там покупать еще что-то более-менее живое и сдающиеся в ближайшие годы, но при этом на вторичном рынке практически отсутствовали реальные сделки с ипотекой. Но, тем не менее, на рынке остались сделки так называемые обменные. У нас, на самом деле, на рынке, чтобы было понятно, 60-80% всех совершаемых сделок – это, по сути, обменные. То есть люди продают что-то ненужное и покупают что-то нужное. Что-то ненужное, то еще более ненужное. Да, да, да. Чтобы хоть куда-то положить деньги. Да, при этом, на самом деле, покупают квартиру, например, от продажи своей, которую продали. Ну, это, понятно, это альтернативные сделки, там ипотека. И вот октябрь весь, весь октябрь был, на самом деле, на 50% обеспечен такими сделками, а не ипотечными. Как это ни странно, что люди... Но там же тоже могут привлекать ипотечный кредит в случае альтернативы. Конечно, конечно. На самом деле, вот когда заканчиваются квартиры, от продажи которых деньги получили еще по предыдущей ипотеке другим людям, да, и вот эти деньги у них заканчиваются, и в том числе заканчиваются деньги, накопления валютные, которые люди, например, поменяли на рубли при высоком курсе и тоже направили на покупку желанной недвижимости, что тоже было достаточно разумно, с моей точки зрения, этой осенью, и особенно в августе, когда у нас существенно курс просел, начал проседать, да, и можно было рублей купить много, а цены в рублях не очень сильно выросли, как это ни странно, процент 2, ну максимум 3 в каких-то регионах, и получается, что это были очень интересные инвестиции. Вот эти сделки почти закончились, связанные с накоплениями, и я думаю, что, да, нас ждет непростой период, если ставка будет Центробанком удерживаться, а похоже, что она будет удерживаться. А он уже сказал, вернее, не он, но Сбербанк прогнозирует, что до конца года точно такая ставка останется. Ну, может, и больше даже будет. Ну, до конца года здесь сомнений уже нет, потому что любые меры, связанные с регулированием ключевой ставки, они минимум рассчитаны на период 3-6 месяцев, поэтому ничего не изменится, только может ухудшиться, на мой взгляд, ситуация несколько. Ну, вот, собственно говоря, в этом случае, да, у нас остается только альтернативные сделки, когда вы что-то хотите продать, но покупателей-то на вторичном рынке становится меньше, потому что ипотеки нет, и деньги на первичный рынок не придут. То, что и было, собственно говоря, при отсутствии нормально работающего вторичного рынка, поддерживаемой ипотекой, у нас кончились деньги на покупку новостроек, даже при всем позитивном проценте. А это значит, что цены должны немножечко понизиться, раз не будет спроса? Ну да, с точки зрения прогнозов, я думаю, что до конца года, наверное, это быстро не произойдет, но, по крайней мере, спрос уже начал снижаться, потому что мы видим сокращение спроса на 5-8%, еще нет опубликованной статистики по октябрю, но я думаю, что там тоже по количеству зарегистрированных сделок будет снижение в районе 8-10% по объемам сделок. Совершенно очевидно, что ноябрь-декабрь в этом случае будет тоже как бы снижение по отношению к августу-сентябрю, и мне кажется, что это вот замедление произойдет, но цены не снизятся, потому что консервативный достаточно у нас рынок жилья, потому что в нем участвует достаточно много участников. Напомню, что у нас сделок совершается в год более 4 миллионов в год сделок на квартирном рынке, и по этой причине, конечно, люди достаточно ведут себя консервативно, более того, анализ цен – это анализ цен предложения, что там дальше происходит в этом черном ящике при заключении сделки купли-продажи, знает только Росреестр, но этой информацией не делится с рынком. И поэтому получается, что мы можем контролировать только цены предложения, они очень сильно, наверное, до конца, но текущего года не изменятся. А вот в следующем году, если ключевая ставка будет удерживаться, мне кажется, что мы увидим коррекцию. Особенно, если, например, не будет пролонгирована массово для первичного рынка льготная субсидируемая государством ипотека по всем новостройкам, а выберут либо какую-то часть регионов, которые будут поддерживать такой ипотекой, либо выберут какие-то целевые аудитории, то есть учителя. Ну, понятно. И тогда цены немножечко могут снизиться. А тогда тоже и на первичном рынке наступит непростая история. Будем ждать. Купим деньги. И для того, чтобы по бросовым ценам в следующем году купить себе несколько десятков квадратных метров. Вице-президент российской гильдии риэлторов Константин Апрелев был на прямой связи.